Фейки могут нанести никакой вообще реальной угрозы. Это может быть просто обман, какая-то утка. Это во-первых. Во-вторых, они могут нести какую-то реальную угрозу непосредственно потребителю фейка. И третье, они могут повлиять на мнение общественное, на какое-то общественное устройство, и таким образом негативно сказаться. Фейковые новости Поэтому я верю только достоверным источникам. Это распространяли как спам везде, и даже моя бабушка говорит, сегодня нужно закрыть окна, потому что будут распылять дезинфекцию с вертолетов. Я такая, мне кажется, нет, не будет. Фейковые новости потребляют от того, что принимают все сразу на веру. Чтобы не принимать все сразу на веру, нужно их проверять. Проверять их нужно на несколько этапов. То есть искать первый источник, сравнивать все источники, где появилась эта новость, и проверять факты на логику, соответствие времени, и вообще может ли такое быть, задаваться вопросами. Чем больше вы вопросов себе самому зададите, когда будете читать эту новость, тем больше вероятность, что вы не попадетесь на фейковые, и удачно проверите эту новость. Субтитры создавал DimaTorzok